Девушки отдыхают Вам там нормально? Вы должны носить маску на носу А вы будто надели подгузник на подбородок Они не помогают Какого? На площади что-то началось, все собираются там Мы многое пережили за последние месяцы Люди потеряли свои бизнесы, потеряли доходы Я продаю траву У меня дела идут неплохо Продажи тегриди фарм поднялись на 400% После карантина в марте Я вижу Томаса Тернера Томас открыл ресторан Содосопа Теперь это не кажется хорошей идеей, Тернер, да? Ты для этого людей собрал И поэтому я с гордостью объявляю Пандемическую распродажу Ой Еще один день дома Ничего делать не надо Я люблю социальное дистанцирование Не надо чистить зубы и мыться Как будто ты до этого это делал Потому что никто не скажет мне Да, но у тебя же все равно по скайпу должны быть уроки, нет? Пора в школу А, ну вот Доброе утро, все готовы к школе Эрик, ты там? Да, учитель, я тут Скорей бы начать учи... 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 Я подумал, что у нас что-то Давайте начнем урок Он же определил расстояние, на котором нужно ставить Я отрезан от мира Нельзя обидеться с друзьями Нельзя даже ходить в школу Как я скучаю пока его... Не, ну в том-то и дело, что ему очень важно самоутверждаться за счет других Мне кажется, ему было бы невыносимо дома Школу откроют через пару дней Опа Нам нельзя в школу На дворе пандемия, блять Но они хотят разбивать детей на группы через день Ребят, кто сейчас учится, лайк ставим Эрик, нельзя просто... Назад, назад! Полтора метра, мама! Полтора метра! Так, спасибо большое Надеюсь, вам понравится... Это типа как МакАвто у него, да? Мог бы онлайн доставлять уже, че? Не, ну Рэнзи красавчик Он... Это первое его занятие, которое длится уже второй сезон Или третий даже И мы даже смогли связать вирус с летучей мышью в Ухане Мышь в Ухане? Опа Это... Мы все еще не понимаем Как вирус может передаваться другому виду? Посмотри на нее! Какая секси! Это вроде летучая мышь Да! Боже! Блядь! Рэнзи, попробуй! О, Боже! Если нас пустят обратно в школу, значит скоро все откроется! Ну это еще отсылочка на ВИЧ! Придет в норму! Пап, мне пора! Помнишь, как мы трахнули летучую мышь в Ухане? Я перетрахал кучу мышей! Мышь трахает летучую мышь! Уебок ты собачий! Это с тебя все началось! А мы недавно с Димой на обочине видели летучую мышь! Фух, я думал, ты сейчас расскажешь про тот случай! Какой-то случай! Когда-то на балконе нашел летучую мышь? Да! И трахнул! Что ты тут делаешь? Твой отец дома? Нам надо поговорить с адвокатом! Мистер Брослоски! Ребята, кстати, вместе с чем за сутки сделали неплохой такой дубляж! Ну это за кадром, но тем не менее, да! Сначала нас загонят в школу, а потом вообще отнимут у нас социальную дистанцию! И мне придется тусить с тобой вне моей комнаты! Ты сейчас вне своей комнаты, с одной! Рэнди какой-то беспокойный человек! Он замешан вообще во всех происшествиях, по-моему, каждую серию! Как помнишь, нам написали в комментариях мой любимый персонаж Батя Стэна? И ты прочитала Батя Стена, и не могла понять, кто это! Что за Батя Стена? Я думала, ваше прозвище какое у кого-то! Вы Рэнди Марш, верно? Я потерял жену из-за вируса! И я даже не знаю, как поговорить с детьми! Сука, подливает масло в огонь! Спасибо Господу за твой спешл! Вот если бы с Карменом все началось, он бы ни капли не чувствовал себя виноватым! Обвинял бы во всем Кайла! Что будет, когда мой сын сядет в одной комнате с Крейгом Такером, чей отец даже маску на улицу не носит? А это не маска, если носить ее на подбородке! Это подгузник для подбородка! Нет доказательств, что маска вообще что-то делает! Блин, а прикольно! Тут втащить никому нельзя! Можно что угодно позарить! Я думала, что проблема в том, что учителя не вернутся! Мы наняли новых учителей! Это люди, которые недавно потеряли работу из-за последних событий и хотят работать! Вот кто это? Вот кто это? Актеры? Это так, что они готовы на все! Менты! А почему они-то потеняют? Они наоборот? Ну... И ученые говорят, что приблизились к разработке вакцины! Ученые говорят, что нашли животное, от которого пошел коронавирус! И оно беременно! У этого животного будет голова Батистена! Вирус произошел не от летучей мыши! Вы... Что? Что он сказал? Ни при чем! Но все равно Батистена будет при чем! Выкуси! Это не летучая мышь! Сейчас будет второй облом по-любому! Это панголин! Вот он! Прямо здесь! Он его тоже трахнул! Оп! Ну нет, он такой миленький! Пожалуйста, нет! Блин, я начал пробивать Саус Парк! У тебя был секс с панголином? Нет! Ты сразу вспомнил всех, кого ты трахнул! Боже мой! Бедный панголин! Панголин! Утолимой печали, панголин! О! Я ваш новый учитель, детектив Харрис! Кто-нибудь понимает? Математику! А то я нет! Ну, так и есть! Господи! Вы меня не заставите! Не имеете права! Нет! Нет! Вам меня не заставить! Сейчас мы порисуем пальцами, ясно? Вы нарисуете, что веселое вы сделали за лето! А нахер их возвращать тогда, если? Это нарушение нашей свободы! Кто со мной? Хватит! О да! Токен, конечно же, первый! Нельзя допустить, чтобы что-то случилось с панголином! Ну, выкрасть хоть, что ли? Или на второе свидание пригласит? Как будто другой вид как-то ввел свою ДНК в панголина! Какое животное будет заниматься с ним сексом? Нам нужно узнать, что изнасиловала панголина! Возможно, это ключ к вакцине или даже к лекарству! Значит, теперь это изнасилование! Простите, сэр, вы кто? То есть, в России найдена вакцина, и это значит... Сейчас пойдет, скажет, чшшшш, никому не говори! Это опять ты, ублюдок! Вчера панголин сбежал из лаборатории, и многие люди... Блин, такой тюф-тюф! Понимаете, нам нужна была инородная ДНК, которая внутри панголина! Сейчас он им подкинет инородную ДНК! Ключом к лекарству! А если там не только его ДНК? У меня посылка, надо расписаться! Эм, хорошо! Эй, если подойдете ближе, может, наденете подгузник для подбородка? А, да, простите! Тогда... Держите, распишитесь здесь! Сука, тролли! Хорошего дня! Я убью тебя, а потом мы тайно отправим твою ДНК ученым для вакцины! Да приди, подрочи им просто в баночку! Ты заключил сделку с дьяволом, когда продал Мулан Китаю! Спешл! Пандемичный спешл! Так моя ДНК попадет к людям! Точно! Как я это не придумал? О, боже! Нет! Нет, нет, нет! Кажется, у меня есть лекарство от ковира! Ты не мог это сделать заранее, чувак? А почему ты не надеялся? То есть у человека поражены легкие, он в эти легкие курит, и ему от этого становится лучше, да? Да, они в заложниках у карантина, блин! Забавная аллюзия! Четвертая группа, обед окончен! Из лужников в тюрьме, да? Это было 16 марта! А потом все закрыли! Сказали подождать до апреля! А потом пришел май и сказали подождать до лета! На дворе сраный октябрь! Киноплэйс! Доктор сказал, ему полегчало, я могу забрать его домой! Говорят, симптомов нет, а тесты отрицательные! Ой, обожаю эту вселенную! Охренеть! У тебя много работы! О, боже! Блять, разберитесь сами, я занят! Нет, мистер президент, пожалуйста! Может, вы остановите пандемию? Схера ли мне это делать? Ему это выгодно? Я пообещал американскому народу избавиться от мексиканцев! У меня рядом есть статистика! Мне нужно лишь направлять лавину... То есть ты жертвуешь своими, чтобы чужих умерло больше, да? Перетрудился! Герой! Труда! Иди наверх, с Джимбо что-то не так! Боже мой! Говорите, у вас никогда не было усов, да? Нет, никогда! Уже он им тоже интересно? Как такое может быть, доктор? Почему у нее резиночки под ушами? Доктор, вам срочно надо внеотложку! Охуеть! Мы не знаем, почему у кого-то растут усы, а у кого-то нет! Подгузники для подбородка нас спасут? Да, но нужно носить их на месте усов! Поверх рта и носа! Так, киня пока живую еще! Новая вспышка в Саус Парке быстро распространяется, дороги в город закрыты, и у всех на уме один вопрос. Где чертов панголин? Вот у нас тоже! Учителя говорят, что бояться нет причин, кроме того, что дети могут быть заражены ковидом и могут распространять усы прямо сейчас! То есть они не боятся умереть, они боятся, что будут у них дурацкие усы. Блин, я думаю, после того, как токена подстрелят, начнется Black Lives Matter. А, ну вот, да, началось. Вовремя вспомнил. Но они же не военные, у полицейских разве есть танки? Танки, лошади? Блять, Кенни! Все, Кенни, все! Но он так глупо умер, хотя бы. У него реально никакой роли здесь не было. Он давненько, кстати, не умирал уже. Простите, мы закрыты. Но я звонил, вы сказали, что открыты для посещений. Да, пришлось снова закрыться. Кто-то пришел в магазин с усами. А, здесь можно создавать самому ведмедь. Ведмедь. Ведмедь, привет, Украина. Напишите, как правильно. Не, прикольно, что можно самому создать себе игрушку. Кинокусин. Я хочу в такой магазин. Поехали в Америку на Травел Блок и сделаем кинокусин. Протесты, мародерство, это нарушение приказа мэра. Ну, то есть не уголовного кодекса, а приказа мэра, да? Нет, я не сдамся. Так вручную уже набей, вон синтепона лежит, 5 килограмм. Парни, задайте им! Мне так нравится, что правительство про... Погодите! Как не сматериться? Ебало. Вот. А как бы расстреливать мы будем людей мирных. Что нужно все не изменить? О! Это вы искали, так ведь? Вы узнаете все, что вам нужно. Нет! Ты не закончишь пандемию! Нет! Только не сжигай! Ну что, нет, пожалуйста! А он не сможет, он же бронированный. Не убивайте панголина. Лайк, если хочешь, чтобы панголин выжил. Вы спасли панголина только что, спасибо, ребята. Теперь у нас есть надежда. Мы узнаем. Ох ты, тварь. Во все виноват Трамп. Кидавай. Вы были правы. Мне пора взять вину на себя. Ну все, конец бизнесу. Пора всем узнать, с чего началась пандемия. Может, не обязательно, может, они бы и не узнали бы. Я хочу поговорить. У нее усы сто пудов, мы не видим ее лица. Она могла и в другом виде употребить это. Поговорите, я готова послушать. Гляжусь тебя, как в зеркало, до головокружения. Ну, не знаю, зачем было делать такой длинный эпизод. Блин, а будет сезон? Кажется, он весь будет про ковид. Потому что не очень закончена, ну, мысль в серии. Ну да, нет никакого решения, кроме как. Отец Тэна предложил. Еще было прикольно. Я смотрел небольшое видео про то, как они создавали этот выпуск, сидя на карантине. И точно так же в таких же программах, в зумах всяких, там обсуждали все детали. Сейчас такое небольшое опустошение. Я так долго ждал нового сезона. И теперь дальше ждать. Как-то грустненько стало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова